Привет! Это мы возвращаемся с ретрита по Айваске из джунглей Амазонки и вылетаем в Куско, чтобы посетить древние города инков, в том числе самое знаменитое место Мачу-Пикчу. Если кому интересно про Айваску, то я все подробно описывал у себя в телеграм-канале. Ссылка будет в описании или ставьте там ленту на 1 октября. Еще в конце видео прогуляемся по центру Амстердама. Да, тут в таком виде я оставляю багаж. Так, ну что, мы прилетели в Куско. Здесь такси не берем, берем все. Цвета в этом месте 3430 метров. Будем надеяться, что горняшку не схватим сразу же. Здесь продаются кислородные баллоны, если болит плохо. Так выглядит комната с рамайом. Чай вот из листьев коки, это помогает, тоже горной болезнью, говорят. Моя прелесть. Нет, вы только посмотрите на эту еду. Просто посмотрите. Так, мы едем на экскурсию. Вау, красиво. Это красители для того, чтобы красить. С кукурузой так, походу, делают красители. Из каких-то вот корней, цветов, каких-то листьев. Лемон-лист. Лемон-лист. Лемон? Орожный. Блин, не куорс, не куорс, не куорс, не куорс. Минераль и аспорте. Блин, не куорс. Куорс. Минераль. Да. Блокос. Так, что-то загорелся флейтой. Солес. Куорс. Классно, классно. Народу, конечно. Какое-то место импортно. Солнце такое лютое. Очень много домов здесь построено и продолжает строиться из земляных блоков. Кирпичи сделаны из земли. Кирпичи. Если у вас мог возникнуть вопрос, откуда здесь берется соль и почему она постоянно пополняется, то смотрите, вот такой вот ручейочек. И что, сбор. И это заполняет, это вода. Все вот эти бассейны и там образуется, оседает соль. Из этого лучника. Вот здесь вот эти соли, которые добывают. Копченая вот соль. Коптят прям именно. Шоколад с этой солью. Каждый раз, когда подъезжаем, еще нечем машине. Потому что это выглядит нестанно. Такая вот... Российского туриста. Так примерно это выглядит все дело. Ступеньки. И это было создано для того, чтобы выворачивать какие-то культуры. Сегодня вот такая у нас красота на ужин. Такая вот классическая ирландская бабуля. И тут много таких. Они вот все в шляпах ходят. Такие вот с этими котомками за спиной. Вот такая красота. Даже здесь в люксовом ресторане стены вот из этих земельных блоков сделаны. Салатик вот. Куда мы собираемся? Веркунка. Как называется? Веркунка. Я знаю, как ты, я спать. Короче, я вот уже один три пропустил с ребятами. Мы видели какое-то озеро. Тоже рано встали. Долго и ехали. Так, мы приехали. Высота 4650 метров. Душится класс. Зацените. Лошадки. Такие. Пушистые. Первый раз таких вижу. Так, вот здесь можно лошадь взять, можно не брать. Я пока не знаю, хорошо себя чувствую. Наверное, пешком дойду. 4700 уже. Не знаю, может немножко не в тему. Ах, сейчас. Но может кому-то будет интересно. Я вот сейчас после Индии, Перу, Айваска. Знаете, как-то увлекся ведами. Увлекся целомудрием, изучением того, как вот правильно жить, поступать. Энергию сохранять. Я сейчас много думаю про целомудренные отношения. Ооо. В предыдущем видео с Гималаев, если кто не смотрел, посмотрите там в самом конце. Наш учитель по Крия-йоге рассказывает историю про Тулуси. Тулуси в Ринду-деви. Это воплощение Лакшми, богини, жены бога Нараяна, высшего бога. Воплощение этой богини на земле. Это воплощение целомудренности. И, короче, интересная история, не буду рассказывать, просто лучше посмотрите. Он рассказывает интересно, чем дан в конце видео из Гималаев. И мне так это прям откликается вот в сердце, вот это, знаете, когда женщина целомудренная. Что значит целомудренная? То, что это раньше значило, да, в мире и сейчас. Немножко разное понятие. Сейчас у нас инстаграм, лайки, обтягивающие леггинсы в залах. У нас сейчас все немножко сбилось, так сказать. И быть целомудренной гораздо-гораздо сложнее, чем в старые времена. Вот, но с этим, может быть, и интереснее. Нормально ты нас обогнал? Мы колопом тут прыгаем. Ты уже почти наверху. Знаете, раньше я инстаграм там листаю ленту. Картинку там увидел красивую девочку. Зайду на профиль, там почекаю. Посмотрю. Сейчас вот я вам клянусь. Иногда бывает, я рефлекторно что-то еще смотрю, там могу тыкнуть. И тут же закрывают нафиг страницу, потому что понимаю, что это не целомудренно. Ты выбрал женщину. Зачем ты сейчас вот это вот тыкаешь какую-то там телку в инстаграме, чтобы зайти к ней и полистать ее фотки, да? Зачем ты это делаешь? Я себя останавливаю. Вот так выглядит почти верхушка. Это вот известная Радужная гора. Вон там вот впереди какой-то хайп еще есть. Мы сейчас вот туда дойдем, посмотрим. И высота 5 тысяч 20 метров над уровнем моря, прикиньте. Смотрите, высота на 300 метров. Всего лишь на 300 метров ниже, чем базовый лакер и березы. И так, мы собрались в наших классных штанах Борн Ту Би, в нашем худи Борн Ту Би, кепочки Борн Ту Би, косочки Борн Ту Би. Рюкзак Сити, флейта. Я тут сломал молнию, но я честно говорю, я его так вырвал просто рукой, потому что я психолог. Так, рюкзачок Сити, ой, рюкзачок Тревел. Так, мы выдвигаемся, ребят, знаете, куда? Какой-то город, значит, мы выдвигаемся, там погуляем. Заселимся, на следующее утро сядем на автобус и поедем на Мачу-Пик-Чуму. Вы посмотрите на этот кайф, а? Рюкзачок 4-0. Так, мне нужно... Вот. Во, в Орле-Решке это было. Самый стрёмный отель в мире. Ну, один из. Блин, а че мы там не живем? Потому что, да, реально подниматься надо. То есть там не лифта, ничего, там прям... Не, там даже не лестница нет, там по веревке. В смысле, а? Да, да, да. Мы оставляем вещи в магазине, чтобы не переться с ними. Ты хочешь нас взять их? Да, да. Будьте осторожны. Это все, что я живу. Окей. Я родился в бакпаде. Свините, чуть-чуть повсюду. Серьезно. Я вот этот вот дал Анне, Раулю потрогать, они сказали, что он сильный. Потому что решил взять. Это сильный. Это ты сильная, что его можешь держать. короче там сидит бабуля нам кажется то что на какое-то воплощение святого ходит здесь улыбается я хочу эти кресталы и скажите, что это мощный? я не хочу это держать а ты не хочешь? не, потому что после того, что у меня есть моя энергия Ах, ты видишь? Но я бы сказал, что это. Какая? Бол? Ты уверен? Или ты думаешь? Нет. Ты чувствуешь? Да. Просто такое бывает, что святые какие-то или даже сам Господь Бог могут спускаться на землю, принимать образ какого-то странника, ходить где-то в горах там и пройти мимо, и вы даже не поймете, а кто-то вот, кто-то поймет. У меня мурахи, не знаю, это мне кажется бабуля. Она еще подошла в конце, такая, мне руку дала, говорит, you're living your energy and your crystal. Интересно. Садички, я же тебе говорю, я таких сразу вижу. Она еще, когда мы в этот самый, у фонтана там листики кидали и деньги, она уже зашла такая на нас. Ум-намо бхагава-дева-судевая, ум-намо бхагава-дева-судевая, ум-намо бхагава-девая, ум-намо бхагава-дева-судевая. Посмотрите на эту красоту. Что, о чем мы таком организовались? Субтитры делал DimaTorzok Это место, куда мы приехали, откуда завтра стартуем Мачу-Пикчу Находится пониже, всего 2000 метров здесь Броу, как ты делаешь? А, смотри, он клей нюхает идет Что-что? Пацан идет клей нюхать с пакета Что на поезд, что на автобус до Мачу-Пикчу Здесь, блин, везде требуются паспорта С одной стороны, раздражают Но с другой стороны, это, скорее всего, для того, чтобы не было перекупов Ох, уже тиранья мои Зацените просто видочек из окна Где мы вообще находимся? Я чуть паспорт не забыл Короче, тут с 5 часов утра занимают очередь Чтобы вы понимали, она очень длинная Наши ребята где-то сейчас... А, вон они стоят Это очередь на автобус на Мачу-Пикчу Гиды нам сказали, что каждый день на Мачу-Пикчу где-то 5600 человек поднимаются И нельзя просто приехать и пойти туда Билеты нужно покупать заранее И там, что интересно, там есть разные маршруты Например, на какой-то там самый лучший маршрут билеты там за 4 месяца все распроданы Мы покупали за полтора месяца билеты И на этот маршрут мы уже не смогли купить Мы купили там на какой-то другой маршрут Губы, конечно, в горах Подрастрескались Тут, в общем, какая ситуация Мачу-Пикчу Его не нашли испанцы А в каком-то году Перу, как я понял, захватили испанцы Они тут порушили все храмы перуанские, инковские, постройки там, города До Мачу-Пикчу они не добрались И Мачу-Пикчу там обнаружили вроде уже американцы Там в 1900 в каком-то году Поэтому он сохранился Непосредственно инки это не самая прям древняя цивилизация И там тысяча с чем-то лет Да, ну что, мы добрались до автобуса Так, наверху еще одна очередь Куча макулатуры, чтобы туда зайти Опять паспорт, блин, надо Задавали, а? Кирзат для рюкзаков, вон Нормы Лет 20 назад, мне было 12 или 13 лет Я точно не помню сколько Я смотрел сериал по телевизору Назывался Мятежный дух Про каких-то там школьников То ли американцев Они были из Южной Америки Они были школьники или студенты И там вообще мне очень нравилась одна девчонка Его звали Мариса Смешная И она вот все время говорила там, что Хочу поехать на Мачу-Пикчу Хочу поехать на Мачу-Пикчу И вот она постоянно собиралась поехать на эту Мачу-Пикчу Я вот с тех пор слышал про эту Мачу-Пикчу Прошло 20 лет, и вот здесь считается, что это одно из трех мест на земле Каких-то самых мощных энергетических Я в одном был в Индии Мачу-Пикчу и Стоунхендж Три места Так вот выглядит вход на третий трейл Показ вот это выглядит С приставов Мы называем Вакас 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 Обратите внимание, как сложены огромные камни А между камнями там земля Если кому интересно, как выглядели крыши, то они походу вот так выглядели Были из соломы Инки тоже медитировали и пили ласку, кстати говоря Так, а теперь мы идем вот туда Сейчас Этот маршрут называется номер три, по которому мы идем Самый длинный и вот с подъемом на эту гору Опять паспорта, билеты там, фоткают еще, имена записывают, но это на случай, если кто-то свалится и сдохнет Грубовато Грубовато занято Девочки, девочки все ругаются Они записали комары, они подошли к какому-то немцу У которого был спрей в руках Попросили у него и он просто говорит Это моего друга, я не могу вам дать Вот они Чучмейки Вот этот Как раз таки Тип, который не дал Не дал этот Комаров По шапке дай Так, ну вот как выглядит Маджи Пикши с высоты Вроде как там сказали, что около тысячи человек там жило Я взяла вид, что мне несложно подниматься в эту гору Собственно, вот эта гора и называется Мачу-Пикчу Мы на вершине Так это выглядит Куча людей На выходе тоже нужно отмечаться Я не знаю, как бабушки, там взрослые люди, всякие инвалиды Тоже поднимаются как-то и не умирают, блин Если, ну реально тяжело, ноги просто гудят Как это другие люди делают, просто не ясно Просто еще раз взгляните вот на это чудо Ну что, как вам очередь для того, чтобы уехать из Мачу-Пикчу Ну что самое интересное, завтра, завтра, завтра я вылетаю на Бали Вау Просто ты гуляешь по Мачу-Пикчу, а на следующий день ты летишь на Бали Вот это жизнь Видите, какая красота Ммм, вау, как все вкусно, вкусно, вау Ребят, тут просто такая обычная неприметная кафешка на еда, это просто вау Как это панира называлась, бутол, просто авокадо, там вообще все просто нереально Чуть не опоздали на поезд Хэй! 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 Анэхэ-хэй! Па 어�ом, ка? Хэй! У фестона поняла левция мы возьмем Дубанды downt costs вот этот билетик стоит 600 тысяч рублей вы только посмотрите на ту махину которая там стоит а как дверца савиду вышел без проблем прикольные такие там на контроле работать молодые пацаны стильные как беру такси еду в центр гуляю кушаю еду обратно есть пять часов для того чтобы вернуться в аэропорт так вот такой вот стилёчек у нас i would like to go like really center old center something square main square ok my central station is the best opposite side погода 10 градусов и худи очень кстати что у меня есть собой так выглядит а кстати слава богу индонезийская карта банка бисей как всегда не подвела вот и сидишь там ноль кэш от только карта она есть садишься в такси едешь и думаешь вот хоть бы она блин сработала в каждой стране так конечно надо ли без для безопасности для спокойного состояния всегда имеет с собой кэш доллары евро но вот сейчас у меня нет с собой даже не соточки так вижу церковь иду в церковь так вот кажется неплохое место для завтрака блин полчашки вычерпал вот такой вот полин вегетарианский я заказал с погодкой мне прям повезло вы только посмотри не успеваю заснять постоянно на великах какие-то интересные персонажи проезжают там бабушки так вот я дошел до площади которая считается самым центром как она выглядит вот это вот королевский дворец а тут чисто патрики такие народ здесь конечно такой прям интересный красивый молодых много одеты стильно вот эти вот на великах все вот могу заметить реально по всем городам европы вот амстердам этим гораздо сильнее отличается выделяется вот на этих вот дошел наверное во многом связано с легалайзом то что много молодых людей все-таки со всей европы сюда скорее всего стекаются а то зацените прям какая-то венец так можно сказать вот именно что погулял покушал и еду обратно в аэропорт вот такая вот защитная композиция так вот мое местечко всем